друзья всем привет снова контент пятница 16 июля двадцатка без поршневой группы как разбирал поршневую я не стал записывать с 8 утра до 12 дня трактор вот в такое состояние превратился то есть разгильзовка полностью вал на месте ну короче достали поршневую группу и разгильзовали в чем причина причина вот она кавитация кто грамотный кто в курсе как с ней бороться как величить родная поршневая прошла 3000 часов чешка была альмет прошла 43 тысячи часов кавитации слопала гильзы меняли поршневую внутри выработки нисколько поршневую меняли поставили каму прошла тоже самое 3000 часов сегодня мы тестируем новейшую систему агротроник пилот 1 0 все уже готовы к испытанию начинаем экзамен посмотрим как комбайн справиться с классическим тестом и бдд надеемся уроки с инструктором не прошли даром стартуем с восьмерки тихо плавно не торопись система спутникового автоуправления на основе ртк сигналов работает отлично переходим к параллельной парковки в агротроник пилот 1 0 встроена система управления траектории движения с точностью до двух с половиной сантиметров смотрите-ка получилось а я пересдавал три раза из-за этой парковки остался въезд в гараж хорошо идет на дисплее отображаются все данные их можно загружать и выгружать да еще чуть-чуть ну же отлично коллеги это однозначный успех системы агротроник пилот 1 0 вот пожалуйста наглядно через 180 градусов следующее вот и так скажем 5 хорошо и с каждой самое много вот 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 тут причина не ясна хоть и при первой разборке впервые я узнал что такое квитация почитал типа плохое качество охлаждающей жидкости нерабочая пробка и так далее поменял и пробку залил вместо тасола как было завода залил антифриз g12 плюс феликс то есть но это довольно таки серьезный антифриз не помогло в этот раз что делала да ничего просто меняю першневую и попробую залить антифриз от россель маша вроде он тоже с антиковитационный привез тебя с антиковитационной присадкой ряд 40 ну посмотрим больше больше у меня вариантов как это и чем лечить нету единственный еще вариант можно попробовать установить систему охлаждения где-то в разрыв антиковитационный фильтр как на каменцах стоит как на билерева вот там соль в нем какая-то антиковитационная ну не знаю поможет не поможет больше вариантов я не вижу трактор греется 80 по термостатам а в моменте в контакте охлаждайка с гильзы наверное все таки потихоньку подкипает высокая форсировка высокие температуры нагрузки на гильзы все это сказывается вид такая проблема на 1221 точно такой же мотор только 330 лошадей топливная по-другому немножко пушневая группа в плане камеры сгорания другая гильза одинаковый но там проблем таких нет здесь вот за 6 с лишним часов уже второй раз именно внутри гильза в рабочей полости где ходят кольца выработка вообще минимальная масла жора нету даже хон сохранился но увы вы из-за кавитации приходится менять поршневку второй раз на 1220 тоже самое до 245 евро 2 форсированные 122 лошадки та же самая песня но где-то 1000 на 4 было на 5 на обычных 245 243 гильзы одинаковые никогда такой проблемы никто и в жизни и не слышу все-таки высокая форсировка дает о себе знать в моменте где-то все-таки жидкость начинает подкипать в контакте с гильзой около гильзы но все-таки причина я думаю в этом и ну ладно за гильзу и покажу я в чем может быть еще проблема но в конструктиве блока зачастую я думаю что это конструктив блока за гильзу и когда я покажу какое расстояние между окном и гильзой вот и поэтому и покажу в какой в каком направлении пробивает гильзы именно на 180 градусов каждый как раз для канала но это надо сначала загильзовать а потом уже вам показать все будет понятно пока что что делаем повозился я с помпу поменял там резиночку одну в крышке сейчас приверну и и буду либо с головками ковыряться либо ну да наверное скорее всего потом чистить блок все фаски посадочные места под резинки потом делать развесовку поршневой группы вязать поршневую группу вкладыши шатуны оставляем поршня ну вкладыши шатун и палец поршневой с оставляем а поршень кольцо меня ну ладно это потом сейчас готовлюсь что ребят не удалось мне пособирать дальше мотор обед даже 1250 после обеда короче пообеду я и после обеда решили попробовать выехать снять пробу с ячменя насколько он дозрел насколько он влажно и так далее сейчас вот буду пробовать делать прокос на элите в этом году закупили семена гектар 100 наверное элиту а он колышек был вот здесь уже элитка пошла четко посмотрим чё она нам даст чё она нам покажет но с виду в этом году ячмень необычный такого ячменя я наверно не видел своей истории вот посмотрим чё покажет бункер но масса у него более-менее более-менее обычно он у нас две четверти и все посмотрим что даст бункер но колосок такой некоторые колоски прям выполнены и наклоняются так ровненько прям некоторые торчком что будет бункере непонятно но может быть 12 15-го нам и даст но в целом посмотрим короче я буду заезжать делаю прокосик в середочке независимо так вторая передача врубленная пойдем сейчас это пара транспортные выделим нажатки итак стопора убрал также открыт на пружинах отлично молотилочку оборотики косу включаем мотовила включаем так обороты барабана скинем до 730 где-нибудь попробуем ветер на всю прибавлял надо убавить 550 600 где-то сделала 600 вот 590 так есть пух пылищевского так вторая передачка есть зазор деки зазор деки троечку поставим бункер открытый открытый ну что поехали ребята ячменек 20-21 все равно низенький но но что-то маленькое вроде как должно быть вот ничего вроде в трубе появляется так 6 километров что попотерям попотерям солома норма решета норма ниже нормы отлично у нас показывает бункер бункер показывает очень чисто убавляем ветер пятьсот четыреста восемьдесят будем наблюдать очень чисто это тоже не всегда хорошо потому что слишком чистое зерно если у комбайна потери есть вероятность что сзади теряем но по показаниям по шкале потеря с клавиши потеря с решет с решет вообще минимум до нормы даже не достаем по клавишам с минимума на норму прямо на одну единичку в допуске насколько это допуск неизвестно еще я чуть-чуть проеду чтобы дотянуться забор сделать на влагу ну да ячмень готовый ячмень готовый ребята даже можно 7 километров дать ну и урожайчик так ничего я думаю 12-15 будет потому что судя по трубе как азимка давала так и это тоже самое решет и не трогал в принципе что ячменек что пшеничка ячменек тоже крупненький плюс-минус одинаково только вот обороты барабана и ветров ячмень полегче чем пшеница и поэтому ветерок убавить ну ладно давайте пойдем посмотрим на потери и попробую достать я до вич меня еще до меня 600 вот так 800 короче ребят неудобно знаете в чем в том что хрен достанешь вот чем неудобно еще проехать надо будет так и да есть кое-где и чменек попробую убрать обороте ки еще барабанчика потому что выбивает вроде вроде все нормально соломка мягенькая до выбивает все нормально и убавлю слегонца оборота ветров еще потому что в бункере вообще идеально так по бункеру смотрите не знаю видно нет тучи стоганище прям прям идеально поэтому идет потеря немножко для этого существует мех ток так вот 450 оставим ветер 680 670 оставим барабан погнали так ребята делаем проверку но с виду вроде ячмень дозрел зеленого нету да нормальный ячмень хороший ячмень и так зернышки кое-какие брал жесткие все дошел короче мое предположение влага от 9 до 11 сейчас посмотрим что нам влагомер покажет так у нас ячмень третий 8 и 2 ема готовый ну и с виду видно вообще нормально еще разок для точности эксперимента чистый хорошенький вроде ячменек ровненький не щуплый 7 и 7 8 и 2 отлично ячмень созрел можно убирать ячменек хорошенький чистенький не щуплый в бункер идет вообще сок прям хорошо чистый потерь нету поэтому по-любому убираем выбивается весь все пара его пришла жмем так ребята пойдем потери еще проверим для успокоения души и будем вызывать и камаз и второй вектор отец приедет пора мужики пора ну желтый стоит кое-где есть кое-где есть кое-где есть кое-где есть давайте приоткроем верх немножко кое-где по-моему вверх у меня 8 миллиметров стоит дадим 9 где-нибудь около 10 так мотилку выключаем руль на всю правую выкручаем и полезно было бы кайф если бы с кабинки эта процедура делать но что есть то есть все равно новый комбайн по сравнению с моим старым Енисеем регулировать вообще четко ты понимаешь что ты регулируешь и понимаешь как изменяется на Енисеи блин вроде регулируешь как надо но законам физики не всегда это поддается и каким-то объяснением так даже меньше чем 8 было десяточку оставим и будем смотреть сорность в принципе я думаю ситуация не сильно изменится по ссору низ мы трогать не будем но и низ тоже не перегрузится домолодка колоссовой тоже не перегрузится поэтому я думаю сейчас вообще четко без потерь вообще пойдем ну естественно потери есть какие то там вот но я считаю потери по научному 3-5 процентов по моему в допуске ну 3-5 процентов их считать опять же это по научному вот пусть они агрономы этим и занимаются в моем же понятии потери это если на квадрат допустим встречается там 6-10 зерен то я думаю это уже потери вот вот а так если там нашел в погонном метре сколько глазами видишь вот нашел там одну две но это нормально никакой комбайн без потерь не убирает вот и ловить эти крошить тоже не всегда есть смысл ладно погнали 6 половиной даем и работаем и друзья короче от убирались на сегодня далеко как блин дождичок прошел на столе ячмень короткий на столе остается не лезет но и время уже восьмой час я пока прождешь уже будет 9 а 9 уже домой короче решили гнать домой комбайн тучи вон еще черная висит ああ где и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...